как вы думаете что сейчас происходит с йогой в россии вопрос очень глубокий но на мой взгляд происходит тотальная деградация то есть каждый более менее известный инструктор тренер вот пытается создать какую-то свою школу йоги дает название дает какие-то обоснования последовательности которые даются в виде неких систем развития и так далее но на самом деле везде используются одни и те же упражнения и если посмотреть на этот с позиции исключительно самих школ йоги то это в общем-то и не йога это просто авторская методика которую дает исключительно кто-то из инструкторов йоги не более друзья это не какая-то там супер школа йоги это не какая-то там супер мистическая система развития нет это обычная последовательность упражнений которая понравилась или запомнилась которая выработалась во время совершенствования своего тела у того или иного инструктора йоги все этим все сказано он соответственно спустя какое-то время эту систему совершенствования своего тела называет там допустим йога 23 ли аштанга виньяса йога или как-то по-другому универсальная йога и швара йога и потом дает уже эту систему развития эту авторскую методику называя своим именем и позиционируя себя как школу йоги но на самом деле никакой школы там быть не может и если посмотреть автобиографию всех этих учителей на самом деле они даже в индии никогда не бывали у них у и учителя нет в индии в традиции индуизма то у того же самого сидерского допустим хотя он пытается рассказывать и и просветление и так далее но мы же все понимаем что никакого просветления там в принципе нету это человек просто в нужное время в нужном месте оказавшийся и добившийся каких-то успехов на этом пути но не более то же самое можно говорить и о других инструкторах это раз если посмотреть на этот вопрос с позиции писаний йоги то на самом деле не одна друзья подчеркиваю еще раз подчеркиваю 10 раз даже подчеркиваю что ни одна систем развития йоги которая есть у нас к примеру в москве она не соответствует и писанием йоги которые есть традиции индуизма ни одна друзья поверьте ни одна никто ни в одной из систем йоги допустим йога 23 или аштанга виньяса йога никто вам не расскажет о том что из себя представляют чакры никто не расскажет о этапах пробуждения энергии кундалини никто не раз не расскажет какие мистические способности дает энергия кундалини никто не расскажет о мистическом состоянии то той или иной асаны хотя во многих писаниях по йоге описывается именно мистическое состояние асан там описывается допустим что випарита кара не мудра допустим переворачивает направление течение энергии связанных с луной и солнцем и таким образом человек не сжигает нектар бессмертия который течет у него из области головы не сжигает его в огне энергии кундалини и подобная практика ведет к бессмертию кто кто друзья из инструкторов йоги знает о чем идет речь в подобных писаниях никто не знает вот поверьте никто не знает то же самое можно сказать не только ахатха йоги а кундалини йоги кундалини йогу вообще в городе нельзя давать потому что учитывая то что даются действительно действенные практики и техники человек может с легкостью повредить и свою тонкую структуру и повредить свой ум и образовать связь с нижними мирами усилив свои эмоции чувства и так далее то есть многих людей усиливаются желание у многих людей не только усиливается состояние энергетики но еще усиливается желание многие люди впадают в зависимость от своих желаний потому что мы они просто перестают контролировать и так далее то есть крайностей на пути допустим кундалини йоги очень много кундалини йогу нужно практиковать только с А приходить на занятия, как это оно сделается в Москве, и получать знания, связанные с кундалини-йогой, это неправильно. То есть можно очень легко себя повредить. То же самое относится к дыхательной практике. Более-менее приемлемой системой является Крия-йога. Крия-йога Бабаджи, которая давалась в конце прошлого века, или пришла в Россию в конце прошлого века. Её можно практиковать, поскольку она даёт очень медленные, плавные результаты, очень хорошо развивается, очищается ум, есть работа с чакрами и есть частичная работа с физическим телом. Но опять-таки всё равно нужно заниматься под присмотром. Это что касается именно исключительно позиции писаний, связанных с индуизмом и так далее. То есть по сути то, во что превратилась йога сейчас в России, это просто гимнастика. Это гимнастика, которая просто приводит к оздоровлению нашего физического тела. Кто-то хочет скинуть лишний вес, кто-то хочет исправить состояние суставов, допустим, у кого-то проблемы с суставами, кто-то хочет вылечить спину. То есть это всё можно действительно вылечить с помощью йоги, и многие люди этим пользуются. Это один из плюсов. Но далее инструкторы йоги, так называемые инструкторы йоги, они дальше вас не поведут, куда бы вы ни пытались сходить. Даже в той же самой пране в Москве этого всего нет. Все другие центры находятся в таком же самом состоянии. И я даже не буду перечислять имена или фамилии инструкторов. Да поголовно, вот на кого не посмотрите, в основном, если даются какие-то более тонкие знания, это просто философия. Это нереализованные знания. Они очень часто рассказывают то, что сами не пережили. Они не являются учителями. Они могут просто поделиться знаниями, и всё. То есть йога находится именно в таком вот состоянии. Является ли это йогой? Вот это уже вопрос весьма интересный. Конечно же, если посмотреть с позиции юридических писаний и писаний, связанных с йогой, естественно, на йогу это относится только лишь очень-очень поверхностно. В силу того, что те положения, которые делаются у нас в йоге, они соответствуют тем позам, которые даются в йогических писаниях. Но на самом деле это просто лишь практическая сторона. То есть взяты исключительно знания, связанные с положением тела. Всё. Дальше, друзья, прогресс, увы, заканчивается. То есть мы приведём себя в хорошее физическое состояние, но достичь более чего-то возвышенного, реализовать, допустим, открыть чакры, очистить чакры, улучшить состояние судьбы, сбалансировать энергии, пробудить энергии, которые спят, допустим, в сушумной наде. Это там тоже энергии весьма сильные. Или же открыть какие-то мистические центры, которые известны кроме основных чакр, которые находятся, допустим, в стопах или в суставах, или в ладонях у нас. Мы не сможем, потому что нет учителей, друзья, нет. И даже в Индии их очень тяжело найти. То есть есть масса инструкторов в йоге, но нет людей, которые смогли бы реализовать эти знания. В этом очень большая проблема. Это раз. Вторым моментом, на который бы я хотел обратить наше внимание, друзья, это всё же возможность давать знания или возможность получить диплом инструктора йоги, который у нас даётся практически каждой школой в России и, в частности, в Москве. То есть получить диплом инструктора йоги, наверное, я не знаю, что может ещё быть проще. То есть идёшь, занимаешься месяц в той или иной школе, платишь при этом 50 тысяч в разных школах, разные цены есть, есть подороже, есть подешевле, насколько я знаю, есть и до 150 тысяч образования, да, какое-то выдаётся там. Проходишь эти курсы, тебе дают диплом и всё на этом. То есть задумайтесь, друзья, даже вот такого, казалось бы, простого утверждения, да, человек приходит, 50 тысяч заплатил, к примеру, и ему дают корочку через 3 недели или через месяц, что он является инструктором йоги. Мне всегда хочется спросить, друзья, что серьёзно? Вот серьёзно вот так вот можно получить знания, которые развиваются в традиции йоги десятилетиями. Понимаете, человек, не зная вообще ничего, что связано с йогой, он приходит платить деньги, ему дают диплом. И всё на этом. Вы понимаете, вот это вот парадокс. Образованием для того, чтобы получить, нам нужно 5-6 лет. Школу закончить нам нужно 10 лет. Работаем мы десятилетиями на предприятиях, либо в своих фирмах каких-то, государственных учреждениях, а здесь всего лишь за 3-4 недели можно получить диплом. И всё, друзья, представляете? Вот это называется профанация. Профанация знаний, профанация системы развития, обучения. Просто школы зарабатывают деньги. Им нужны деньги, они зарабатывают. Они плодят таких вот типа инструкторов в йоге, которые на самом деле, естественно, не обладают никакими знаниями. Это раз. Во-вторых, очень часто в йогу приходят, вы даже не поверьте, друзья, что сейчас происходит. В йогу приходят откуда угодно люди. То есть, это дикость какая-то. Приходят мастера спорта, спортивной и художественной гимнастики. Приходят мастера боевых искусств, то есть, каратисты всевозможные, мастера тэйквондо, у которых хорошая растяжка, инструктора фитнеса. Многие люди приходят из балета, то есть, исключительно в силу того, что они растянулись в балете или же в каких-то танцевальных системах, в каких-то танцевальных школах. Они приходят в йогу, получают диплом и, соответственно, работают уже инструкторами йоги, давая таким образом знания. Даже скажу более того, многие приходят из стрипдэнса, даже в йогу. Приходят люди, совершенно не имеющие никакого отношения, никакого отношения к йоге. Получают этот диплом, далее идут делиться знаниями. Друзья, скажите честно, неужели вы думаете, что вот так вот за месяц можно обучиться йоге? Знаете, я занимаюсь йогой, наверное, с 14 или с 15 лет, то есть, это уже в общей сумме больше 26 лет. И я не могу сказать, что я всё знаю. Я не могу сказать, что я достиг каких-то весьма высоких вершин. Да, у меня есть какие-то знания, они весьма интересные, но я знаю, что, входя в состояние тонкого духовного мира, я такие переживания получаю, которыми я даже боюсь делиться с людьми, потому что меня не поймут. Я не хочу этого делать. Понимаете, я сомневаюсь, что есть люди, которые смогут пережить или понять те миры, которые возможны видеть, и те состояния, которые возможно переживать. Кому это всё можно рассказать? Но мне при этом потребовалось на всё это довольно большое количество времени. Чем могут поделиться инструкторы о йоге, которые получили диплом только лишь за 2-3 недели обучения в той или иной школе? Чем они могут поделиться с нами? Какими состояниями? Понимаете, вот эта вот профанация, она впоследствии и приводит к тому, что появляются такие странные школы, допустим, как бекрам-йога. Йога, когда мы занимаемся йогой в жарком помещении. А ведь согласно писаниям йоги, подобным образом заниматься ни в коем случае нельзя. То есть, нельзя в жару заниматься. И это сказано в писаниях. Нужно заниматься в прохладном помещении, чтобы тело не испытывало дискомфорт. Зачем профанировать учение йоги и заниматься в жарком помещении? То же самое можно отнести и к системе Аштанга Виньясы. То есть, Аштанга Виньясы исключительно не авторитетное учение. И Потап Хиджойс, как я понимаю, создал эту школу только лишь для того, чтобы угодить своим европейским ученикам. Когда они приезжали, он в течение, если я не ошибаюсь, восьми лет подстраивал эту систему развития под них, под европейцев. То есть, Аштанга Виньяса йога в Индии в самой не востребована. Пользуется спросом исключительно классическая йога. Это у нас, европейцев, раджас, вот это вот раджасичное состояние, которое возникает во время Аштанга Виньясы, нам это нравится. То есть, это нас это заводит, нас это возбуждает. Но в традиции индуизма эта система не актуальна, она не нужна, она не востребована. Школ очень много, друзья, очень много. И я могу даже сказать, что многие знания, которые даются теми или иными инструкторами, они лживые. Они лживые. И могу вас заверить, они даже ведут к большим проблемам.